Всем привет! Очень много народа дожил до конца, это хорошо. Я ожидал меньше людей. Расскажу вам про CI для тестировщиков. Кто вообще знает, что такое Continuous Integration? Есть, да? А кто реально себя применяет, а это помогает ему в тестировании? Супер, много, отлично. Значит, вам будет интереснее. Два слова о себе. На текущий момент работаю в компании DogDog. Это сервис по поиску и записи к врачам. В DogDog мы работаем по джайлу, у нас есть жира. Тесты мы ведем в тест-трейле. И есть Jenkins, который у нас выполняет все выкладки, которые только возможны. Сегодня расскажу вам, что будет. Как ускорить тестирование, при этом не потерять в качестве. То есть можно от чего-то отказываться, но будет падать качество. Здесь же я вам покажу, как можно ускорить, и качество будет только расти. Как отказаться, в принципе, от релизов путем перехода на CI. Как сократить рутину в работе тестировщиков. Это тот регресс, который они выполняют. У нас было раньше это два раза в неделю релизы. И два раза в неделю приходилось достаточно большой объем функционала тестировать руками. И как реально автоматизация может помочь при ручной проверке регресса. Потому что не вся автоматизация на самом деле помогает именно тестировщикам. Я вам на одном из слайдов расскажу, в какой момент она реально не помогает. Когда мы задумали, что надо что-то менять, были у нас следующие проблемы. Был очень долгий регресс. То есть два раза в неделю релизы. И получилось так, что если релиз идет все хорошо, в принципе, проблем нет. Если находим какие-то баги критические, еще какие-то моменты, то релиз мог занимать целый день тестировщиков. Они реально ничего не делали, у них был регресс, релиз считался в приоритете. Все проверки мы делали руками, то есть не было никакой автоматизации. И очень часто срывали сроки релизов. Для бизнеса у нас это было критично. То есть если люди хотели получить функционал к определенной дате, они к нему были готовы. Например, маркетинг выпускает акцию, если она не выпустится, то это прям проблема. Поставили простую цель – ускорить именно регрессионное тестирование. Даже о СИ мы в тот момент не думали. То есть хотя бы, чтобы не было срывов и чтобы все было в срок. Решение мы долго думали, как сделать. Перейти все-таки на СИ придумали. Почитали книгу. Называлась она «Процесс непрерывного развертывания ПО». В ней ребята делали по 10 выкладок в день. Для нас это казалось, что тогда космическое. Когда у нас было два раза в неделю, у них 10 в день. И мы поставили такую же цель себе. Наш продукт-менеджер сказал, может быть, 10 в неделю, то есть вы ошиблись, наверное. Мы говорим, нет, в 10 в день могут делать, мы тоже сможем. С чего начать? Сначала нужно автоматизацию сделать и сократить время на проверку, чтобы эта автоматизация реально помогала нам проверять. У нас были какие-то тесты. Это были API и unit-тесты. Причем часть разработчиков писала тесты, часть не писала. То есть не было какого-то жесткого контроля. И они достаточно так на качестве нам не сильно помогали. Не было UI-тестов вообще. Мы начали с UI, потому что это напрямую снимало нагрузку с тестировщиков. Все, что визуально можно проверить. И все тесты надо было включить в схему CI. Первый этап у нас вышел такой. Из жира по кнопочке запускается Jenkins, который стартует у нас все тесты. Это API-unit-тесты. По ним отчеты все можно было увидеть только в Jenkins'е. В консоли достаточно тяжело было копаться, что там происходит. UI мы писали через JavaScript плюс Selenium. UI мы использовали TestingBot, сторонний SaaS-сервис. Он позволяет запускать браузеры, сколько нужно потоков. И тесты выполнялись примерно 30 минут. Это 15-16 потоков. Потому что дороже брать потоки получалось довольно-таки... Больше потоков дороже суммы. И отчеты UI мы выгружали в Valure Report. В принципе, он хороший как инструмент. Это яндексский инструмент. Он бесплатный. В нем можно видеть название тестов, шаги, которые выполняются. Лог ошибки выгружается. Может подгружать себе скриншоты. На этом этапе нам этого, в принципе, хватало. Что получилось? Релизы пока еще оставались два раза в неделю. Время уже стало ходить примерно 2-4 часа на одну проверку. То есть было, в принципе, получше. Hotfix. Hotfix это какие-то заплатки, которые надо быстро выгрузить. Вот быстро получалось один час. И падающие тесты было сложно смотреть. Так как тестировщики ручные работают в тест-рейле, они при запуске регресса создают прогон, создают все тесты и руками отмечают результаты. И они делали просто следующую вещь. Брали из Valure, смотрели, что упало, и уже эти тесты перепроверяли. Получалось долго-дорого. То есть у нас оставалось много ручной работы из-за того, что ты лезешь в Valure, смотришь там аналитику, потом в тест-рейле отмечаешь. И тесты шли очень долго. То есть сейчас это явно не 10 выкладок в день. Следующий этап. Мы решили сделать связку с тест-рейлом, чтобы тестировщикам не приходилось отмечать руками. В тест-рейле есть открытый API, который позволяет это сделать. Что получилось? Автоматически создается версия релиза. К этой версии подкрепляется прогон тестера и указываются автоматические результаты. Примерно в таком виде это выглядит. Здесь же ручным тестировщикам остается только проверить зафельные тесты, пробущенные и какие-нибудь неавтоматизированные. Причем эта вещь позволяет видеть сразу вам покрытие, насколько ваша автоматизация перекрывает ручной. Сколько им еще нужно проверять? Сколько вам нужно автоматизировать? Значит, CI выглядел следующим образом. Та же Jira, тот же Webhook, тот же TestingBot. Чуть больше взяли потоков. Allure Report и он же коннектится с тест-рейлом. Релизы стали в два раза быстрее. То есть теперь время мы тратили где-то один-два часа на них. Hotfix особо не ускорялись, то есть они стали похожи на релизы на самом деле. Третий этап, последний, это прямо ускорение. Ускорение сделали за счет следующих вещей. Мы решили, что TestingBot не дает нам возможности быстро расти, потому что напрямую влияет на деньги, которые стоят в его потоке. Значит, нам нужен свой Selenium. Если свой Selenium, значит, надо делать мощный сервер, чтобы можно было много потоков поднимать. Если держать такой сервер просто статично, это очень дорого. Поэтому мы стали переходить в облака. В облака мы, в принципе, все завернули. Это не только Selenium, это все-все окружения, это инструменты. И все отчеты мы перешли на Report Portal. Report Portal давал одну вещь, полезную, которую не давал Allure. Он мог туда подгружать не только UI-тесты, еще и юнит API, и хранить историю предыдущих запусков, что помогает анализировать ошибки, которые упали. Он это делает за вас автоматически. Значит, схема получилась такая. Webhook Jira запускается в Jenkins. Jenkins разворачивает облака в Google. Это балансеры, это сервер Selenium, это сервера под само приложение, под сам продукт. Причем они независимы. Если юнит-тесты выполняются на одном сервере, то UI на другом. И они друг другу никак не мешают. Время на UI 4 минуты против 30, которые было раньше. Сюда же мы добавили нагрузочные тесты и все в Report Portal. Кусок отчета из Report Portal. Что он помогает делать? Здесь отмечаются тегами ошибки, которые упали. Причем эти теги он проставляет сам на основе предыдущих пяти запусков. И теперь не надо смотреть, упало 10 тестов, что это за тесты упали. Сразу смотришь, это старый тест, его можно не трогать. Известная ошибка, можно дальше катить. Что дается с облаками? Релизы теперь катились только по востребованию. Это большие истории, редизайн сайта, новый какой-то проект заходит. Время на хотфикс. 20-25 минут. По сути, хотфикс и стал этим самым релизом. Вся отчетность делается в Report Portal. Итого, мы полностью отказались сейчас от плановых релизов. В день мы можем сейчас выгружать где-то до 15 задач. Мы даже провисли план, который мы могли. Мы стремимся к 30 в день. Это наша новая цель. И пока она окажется космической, я думаю, мы ее сделаем. Выгрузка любой задачи занимает 20 минут. Это при успешном старте. Стабильный, дешевый автотест, потому что мы не храним сервера. Как только тесты выполнились, все окружение сразу убивается, и оно не жрет у вас деньги. Освободили время ручных тестировщиков. Они вообще не участвуют в релизе. То есть эти два дня, которые раньше тратились, они теперь занимаются другими задачами. И, соответственно, нет просроченных релизов. На этом все. Спасибо. Здравствуйте. Ольга Найзина. У меня несколько вопросов таких интересных. Первый вопрос. Сколько у вас сейчас в итоге этих автотестов? Около тысячи. Просто у нас тоже пару тысяч есть, автотесты есть, но это не снимает того, что регрессия занимает. Вы вообще вручную не регрессируете? Вообще не. Просто регрессия нужна, чтобы включить мозг вручную подумать. Это мы снимаем на задачах. Это опасно. Мы более плотно анализируем задачи. Нам теперь есть это время не доводить до релиза ошибки, а снимать их в рамках задачи, которая делается. В рамках маленькой фичи. А второй интересный вопрос. Вот там у вас автокреет баг теперь есть. А как вот это происходит? Как не происходит, допустим, дубля? Условно говоря, там случайно запустились теста дважды, поставились, ну или просто поставили здесь одинаковых багов. То есть вот как вот этот автокреет работает? Смотрите, дважды не могут запуститься, потому что запуск идет один. Раз параллели, соответственно, смотрят свободный тест, который не запущен, они запускаются. Есть еще такой момент, как перезапуск. Если вдруг тест упал по тайм-ауту, еще к каким-то вещам, он может перезапуститься. Сам репорт-портал как инструмент позволяет, на основе, как я скажу, пяти предыдущих запусков, он видит, что лог ошибки полностью идентичный, и он эту ошибку сразу ставит, что вот такая была. Плюс там есть история, можно смотреть вам, когда же шага, когда шаг этот падал. То есть какие релизы были удобные. Это прям на анализ снимает, ну, очень много времени. Чуть того, что он сам себе поставит баги. Чуть того инструмента? Репорт-портал. А это какой-то открытый? Открытый open source. Здравствуйте, меня Антон Костинов зовут. Я хотел уточнить такой вопрос. С точки зрения трудоемкости регресса базовой до применения автотестирования, какова она была? И второй вопрос касается того, какова дефектность в рамках ранее бывших релизов, ну, хотя бы с точки зрения отношения количества прогнанных тестов к обновеженным дефектам? Какова частота кода, в принципе? Значит, по количеству багов. Раньше их было больше. Больше было, потому что, ну, agile, два раза в неделю выкладка, времени на тестированные задачи было достаточно мало. И именно на тестированные задачи уделялось такое поверхностное внимание. Это плохо расписывалось в кейс. Практически не было никакого анализа. То есть пришла задача, ты должен ее уже тестировать, и ты даже не знал до этого, что там было. Она тебе уже попала в тест. Сейчас, значит, освобождение их времени, они начинают смотреть до того, как разработчик написал код. Там уже снимаются основные риски, за счет этого нет багов. Вот. И очень сильно экономится время, когда баг находится в релизе. То есть надо искать, какая задача поступила по этому багу. И, ну, то есть срыв сроков критичный получался. Момент, когда тебе надо же вгружаться, у тебя там есть критичные баги. Здесь же у тебя есть, во-первых, накатываются маленькими фичами. То есть одна выкладка – это одна задача. И, соответственно, ты можешь сразу увидеть, если пошли какие-то проблемы. Там дальше идет этапы мониторинга. Это уже девопсная тема. И если какой-то алерт есть, мы можем откатиться там на пять релизов назад на любой момент, убрать задачу. Здравствуйте. Я здесь. Сама Екатерина, спасибо за доклад. Хотела уточнить. У вас только веб-тестирование либо мобильное тестирование тоже? И автоматизировано ли оно? Мобильное сейчас собираемся в эту схему подключать. У нас… Приложение или? Приложение. У нас не было как таковых мобильных приложений до этого. Они у нас сейчас пару месяцев появились. И мы в эту схему хотим их тоже добавить. Да. По той же схеме, по той же истории. Просто повторить историю, но уже на мобильном приложении. Если брать мобильную версию сайта, то это покрывалось. Здравствуйте. Спасибо за глаз. Можно вопросик следующий у меня. Вот вы говорите, что вы 10-20 раз в день выпускаетесь. релиза на про, да? Ну, это значит, что от постановки задачи до ее реализации в день у вас 20 постановок задач в день. Или вот можно как подробнее рассказать ваш процесс разработки и что делают у вас в таком случае ручные тестировщики? Хорошо. Значит, раньше процесс был хуже, чем сейчас. Получалось так, что разработчики что-то делают, тестировщики даже об этом не знали и не видели. Они начинали работать с задачей, когда она уже прилетела в тест. Сейчас они на этапе постановки требований уже могут подключаться, снимать риски, аналитику делать вместе с разработчиками. Разработчики делают техническую аналитику, тестировщики делают все остальное. Мы раньше теперь стали приступать к тестированию просто. И когда задачка доходит до теста, по поводу итерации, значит, процент, наверное, 70 мы стали уделять начальному этапу. От постановки я не знаю, сколько времени, но вот от того, как разработчик стал делать задачу и тестировщик протестил, может один день занять. Сейчас не сразу. У нас выпускаются все релизы посредством АБ-тестов. Мы мониторим каждую задачу, насколько она повлияла вообще. Нужна она или не нужна. Если она была не нужна, мы ее уберем. И так как это по одной задаче, можно убирать прям те вещи, которые напрямую мешают нам. Большое спасибо. Вопрос. Что такое тестинг-бот? Это ваша разработка или что-то дефолтное? Нет, тестинг-бот – это сторонний сервис, который позволяет запускать UI-тесты. То есть он эмулирует браузер и там гоняется тест. Просто он сторонний и платный. Мы подняли, по сути, свой такой же сервер. Спасибо за доклад. Такой вопрос. UI-тесты бывают нестабильными. Какой процент запусков у вас падает из-за нестабильных проблем? Значит, стабильность мы решили двумя способами. Первый – это перезапуск. У нас есть возможность два раза перезапустить тест, если он упал. Это снимает риски всяких таймаутов, отклик от сервера случайные. Если это именно баг, прям баг, допустим, ломкий тест, то есть не продуктовый баг, а именно баг автоматизации, то этот баг, автоматизатор, к следующему запуску должен исправить. И тест исправленный выгружается просто в мастер-ветку за пять минут. Даже не за пять там минута. Значит, с утра запускаются тесты. Если там есть падающие, их сразу исправляют. То есть, по сути, мы не запускаем следующий запуск, пока не исправлен автотест. Проверяется достаточно быстро. Процент зависит от задачи, которые идут. Если прям много изменений, которые на автотест влияют, то может там три-четыре раза придется подправить тест. Но подправлять достаточно быстро, то есть это упадет там один тест, может быть два. Автоматизатор выправляет в течение там 15 минут, и через две минуты это уже снова нормальный тест. Спасибо за доклад. А не можем сказать, что вы будете использовать для тестирования UI на мобильных приложениях? Что будем на мобильных? Пока не знаю. Пока в стадии проекта. Ну и это все вопросы, потому что у нас закончилось время. Я думаю,